Ага, опа, хмм, и обо всём подробнее. Всем привет, с вами Джоник Экс. Теношин 2019, адвент-версия от адвентирования компании Epic Games, получила определённые изменения, которые пошли на пользу. Или во вред. В любом случае, давайте разберём Теношин Epic Games Edition и сравним с Теношин Адвент-эдишн. На начальном этапе при открытии программы в глаза бросается изменён окно приветствия. Над мануалом навигации можно заметить надпись дословно «Добро пожаловать Теношин, наслаждайтесь лучшим опытом в реальном времени». Говоря нам о том, что ещё на стадии создания проекта в редакторе, пользователь видит ту картинку, которая и будет на выходе проекта. Слева также добавлены два виджета. Сверху «Улучшить Твинмоушн дополнениями», снизу «Обучиться Твинмоушн за минуты». Мне кажется, или где-то я это уже говорил. «Улучшить Твинмоушн дополнениями». Нажав на виджет, программа перемещает нас на сайт с дополнениями для программ проектирования и моделирования для работы с Твинмоушн. При имеющемся архекате 21 версии выбор падает на дополнение слева. После его установки, где нужно будет выбрать имеющуюся версию, в программе появляется дополнительный раздел «Твинмоушн». Устанавливаем связь через Direct Link, прямая ссылка, и проект теперь в обеих программах. Суть дополнения заключается в том, что Твинмоушн заменяет текстуры архекат на свои библиотечные, а Direct Link служит для обновления проекта, если в исходнике были внесены правки. По функционалу схож с LiveSync от Loonian. Обучиться Твинмоушн за минуты, а виджет отсылает нас к обучающим роликам небольшой продолжительности, каждый из которых затрагивает только одну позицию интерфейса программы. Помимо окна приветствия, изменения коснулись и других элементов системы. Так, в библиотеке добавлены два раздела с текстурами. Translucent – полупрозрачный и Modeling – лепка. Переработаны и расширены такие разделы, как модель транспорта, ранее имеющие реальные марки заменили на прототипы, окружающие обстановки, папка, констракшн, строительство, растительности и персонажей. В то же время из меню исчезла строка Twinlinger. Теперь не получится покрутить 360-градусное видео или панораму. Причина ясна, а вот возможный ход от Epic Games для восстановления данного направления пока в секрете. Либо компания выпадет онлайн в форму, либо нас ждет аналог собственной разработки. Без изменений остался выбор языка интерфейса, как и раньше не хватает русского языка, что, конечно, делает программу менее понятливой по сравнению с тем же Illumion. Однако на сайте до сих пор висит информация о возможности скачивания бесплатной версии Tenoosh. На сей раз аж до января 2020 года, когда появится информация о новой версии. А это значит, что у вас есть время поразмыслить и выбрать. Минус 120-260 тысяч рублей за последнюю версию Illumion, в зависимости от обычной или про-версии, с русским интерфейсом. Либо минус 0 рублей за последнюю версию Tenoosh без русификатора, но кажется ли поражившиеся знания иностранным языком. Пишите в комментариях ваш выбор. На этом же обзор подошел к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok